24 января 1901 года родился великий советский режиссер, автор фильма «Обыкновенный фашизм» Михаил Ром. Будучи теоретиком кино, он, помимо прочих, написал книги «Беседы о кино» и «Беседы о кинорежиссуре». Вот как в последней Ром высказался о роли кино в воспитании молодежи. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что воспитание человека в значительной степени зависит от кинематографа. Кинематограф оказывает громаднейшее влияние на все стороны жизни и особенно на молодежь. Когда кинематограф работает плохо, то тем самым молодежь лишается очень важного орудия для воспитания, ее мыслей, ее морально-нравственных устоев, ее общественного настроения. Когда появляется даже одна хорошая картина, мы видим, что она иной раз производит такое действие на молодежь, какое не могла бы произвести даже армия агитаторов, газетных работников и так далее. Если бы не денежные соображения, то, между нами говоря, всю посредственную кинопродукцию вовсе не следовало бы выпускать на экран. Я убежден, что при коммунизме, когда денежная система отомрет, плохих картин ставить не будут. Убедившись, что картина получается слабая, будут вежливо, но твердо возвращать режиссеру снятую им пленку на память.